Теремок ТВ Научу вас путешествовать Привет, дети! Привет, Бода-Борода! Сегодня я научу вас альпинизму. Будем покорять египетскую пирамиду. Бода, но альпинисты поднимаются на горы, а пирамиды не для того, чтобы их покорять. А для чего же еще? Древние египтяне их построили, чтобы возвеличить своих царей. Вот и мы сейчас возвеличимся. Полезем на эту самую высокую. Это пирамида Хеопса. Ничего, мы быстро залезем. Хеопс даже не заметит. Бода, Хеопс жил четыре с половиной тысячи лет назад. Вот так. Понятно? А потом втыкайте флажок. Бода, посмотри, здесь говорится, что на пирамиду залезать нельзя. Хитренький ваш какой, Хеопс. Табличку повесил. Но ничего, Бода все равно хитрее. Смотрите, я уменьшил пирамиду. И покорил. Бода, мы знаем этот фокус. Пирамиды далеко, поэтому выглядят маленькой. Покорил. Покорил. Ну, дети, не любите фокусы? Покажу вам бомбочку. Бода, с парашютом на пирамиду прыгать тоже нельзя. Да что это за Хеопс такой? Залезать нельзя. Уменьшать нельзя. Помбочкой нельзя. Зато внутрь заходить можно. Внутрь? Точно. Буду пирамиду изнутри покорять. Ну и дом. Ни окна, ни форточки. Как они тут жили? В пирамидах никто не жил. Фараонов не хоронили. Каких еще фараонов? Так назывались цари в Древнем Египте. Фараон считался воплощением Бога на земле. Поэтому некоторым фараонам еще при жизни, по их собственному указанию строили огромные усыпальницы. Эта пирамида была построена для фараона Хеопса. Вот его склеп. Итак, дети, чтобы покорить пирамиду Хеопса... Я знаю, нужно стать ученым. Ученым разрешают подниматься на пирамиды. Что же вы раньше молчали? Хе-хе, это я мигом. Всего-то пару библиотек прочитать. Пирамида Хеопса, дети, состоит из полутора миллионов каменных блоков. Каждый весом – автомобиль. А общий вес пирамиды – 4 миллиона тонн. Столько же весит полторы тысячи пятиэтажных домов. Целый город. До сих пор ученые спорят, как четыре с половиной тысячи лет назад древние египтяне, не имея современной строительной техники, сумели построить такое огромное сооружение. Ура, Форда! Ты и правда покорил пирамиду! Дети, ну что вы меня пугаете? Снимите меня скорее отсюда. Высоко все-таки. Как получить визу Поехали на ваше неподалеку. О, озеро! Поднажмем. Мы доехали до границы. Чего? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! То есть, вот. А это что за утка? Матрас хочешь? Вот полотенце возьми. Пип-пип-пип-пип-пип. Да что ты хочешь-то? У меня больше и нет ничего. Бода, озеро находится в другой стране. Чтобы попасть в нее, нужно предъявить разрешение на въезд. Такое разрешение называется визой. А получить его можно в посольстве. Ладно. Будет вам посольство с визой. Дайте мне, пожалуйста, визу. Пложите в ящик заграничный паспорт. Паспорт? Заграничный паспорт – это документ для поездок в другие страны. В нем написано твое имя и есть твоя фотография. Бррр. Ладно. Будет вам заграничный паспорт. А дайте мне, пожалуйста, заграничный паспорт. Ложите в ящичек анкету и справки. А мне вот это... Еще сюда. О, хорошо. Можно? Спасибо. Нельзя. Можно? Вот. Получи мою визу. Пип. Ну что такое? Бода, кажется, ты получил визу не той страны. А как же я определю, где получить визу той страны? Бода, смотри. Вот. Такой же флаг, как и на турникете. Кети. Спасибо. О, успеваю. Эту печать. Так, так. Кто последний? Ага. О, не успел. Нет, успеваю. Ах, хе-хе. Наконец-то купаться. Бода, ты ласты и полотенца забыл. Ой. Сейчас, сейчас. Как? Опять? Кажется, у тебя была виза только на один въезд. Одноразовая. Ты не можешь дважды пройти по ней через турникет. Но ты можешь получить многоразовую визу, чтобы купаться в озере каждый день. Подпишите мне здесь, пожалуйста. Ой, а вот эту печать куда поставить? Ой, спасибо. А кто последний? Куда здесь я? Хорошо. А вот к этому кто? Куда? Ага. Чего? Ну так вот, дети. Записывайте теперь, как в озере купаться. Чтобы искупаться, вам нужно поехать за границу. Чтобы поехать за границу, вам нужно сделать визу. Чтобы сделать визу, вам нужен паспорт. А чтобы получить паспорт, вам нужно... Фото из Парижа Ух ты, Париж! О, вот так давай. Привет, Бодоборода! А что ты делаешь? Привет, дети! Фотографируюсь. Я мамулечки. Смотрите и учитесь, как делать фотографии из Парижа. Ты что снимаешь? Меня снимать нужно, а не антенну какую-то. Это не антенна, а Эйфелева башня. Ее построил инженер Гюстав Эйфель для Парижской всемирной выставки 1889 года. Через 20 лет башню должны были снести. Но посмотреть на нее приезжало столько людей, что ее решили оставить. Все приезжали, а я нет. Немедленно идем к башне фотографироваться. Ну и громадина. Даже в фотоаппарат не вылезай. В башне 324 метра. А весит она 10 тысяч тонн. Но для ее размеров это очень мало. Бода, не надо пилить башню. Лучше отойти немного. Так-то лучше. Что такое? Посмотреть на Эйфелеву башню проезжает 7 миллионов туристов в год. Это в 3,5 раза больше, чем живет людей во всем Париже. А ну все разойдитесь! Я для мамочки фотографируюсь! Давай! Вот так! И вот так! И теперь вот так! И вот так вот так! И еще вот так вот так вот так! И вот так! Опасное это дело в Париже фотографироваться. Учитесь, пока я живу. А еще можно фотографироваться на самой башне. Бонжур. Пардон, мама. Я в лифте. Не могу говорить. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Смотрите, какой домик смешной! Бода, это не домик, а собор Нотр-Дам. А это Лувр. А это центр Помпидо. Один из самых известных музеев современного искусства. И церковь Сакрэклёр. Дети, не отвлекайтесь. Высотища-то какая! С 1889 по 1930 год Эфелева башня была самым высоким сооружением на Земле. Раз вы такие умные, вот вам задачка. Все эти строения были когда-то самыми высокими в мире. Ну-ка расставьте их по порядку. Раньше всех появилась пирамида Хеопса. Потом Кельмский собор в Германии. Затем монумент Джорджу Вайшингтона. Эйфелева башня. А небоскрёв в Дубае построили совсем недавно. Он в два с половиной раза выше Эйфелевой башни. Все, дети. Теперь вы знаете, как фотографироваться с самыми высокими строениями мира. А я иду фотографии мамулечки отправлять. Пока, Бода. Орвуар, дети. Это же от водочки моего. Эйфелева башня. Ноттердам. Какие чудесные фотографии. Будто сама в Париже побывала. И теперь вот так. И вот так, вот так. И ещё вот так, вот так, вот так. И ещё вот так. И вот так. И вот так. Великая китайская стена. Бода, привет. Куда мы сегодня поедем? Привет, дети. Никуда не поедем. Я решил построить свою достопримечательность, чтобы все к нам ездили. Ух ты! Великую китайскую стену. Бода, но великая китайская стена уже есть. Китай, смотри. Это? Это великая стена? Да, Бода. Она самая. Огромная крепостная стена, которую китайцы построили в древности, чтобы защитить страну от врагов. Подумаешь же, построили. Я свою стену первой придумал. А это... Подделка. Нет, она старше. Нет, я старше. Нет, она. Ещё мой дедушка о великой китайской стене подумывал. Бода, китайской стене больше двух тысяч лет. Когда начинали строить великую стену, не только твой дедушка не родился, а даже пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушка не родился. Это что ли не дедушки мои стену придумали, а стена дедушек? Тогда у неё должна быть борода. Вот теперь ваша стена старшая. Зато моя будет больше. Целых 17 метров. Бода, но длина великой стены девять тысяч километров, а со всеми ответвлениями двадцать одна тысяча километров. Это самое длинное строение на Земле. Хе, фантазёры. Поеду сам измерю. Один, восемь, тридцать семь, четырнадцать... Бода, чтобы пройти китайскую стену, нужно минимум полгода. А велосипед я зачем взял, по-вашему? А на велосипеде минимум полтора месяца. Хе, хе, хе. Да за полтора месяца я две такие стены построю. Бода, один человек не может построить такую длинную и толстую стену даже за всю жизнь. Эээ, а мне морфики помогут. Великую стену строили сотни лет. За всё время в строительстве приняли участие много миллионов человек. Так, дети. Хватит меня уговаривать. Ясно же, что мы с вами Великую Китайскую стену не построим. Да и зачем? Вот же она. Огромная, великая. И приезжают на неё посмотреть десятки миллионов посетителей. Вот. Да, Бода. Сегодня и на века открывается величайшая достопримечательность Египетские пирамиды. Вот так-то. Египетских пирамид уж точно нигде в мире нет. Бода, египетские пирамиды уже есть. Тихо. Не шумите, а то всех туристов мне распугаете. Мехелин. Так, дети. Вот мы и в Бельгии. Ну и где этот ваш писающий мальчик? Бода, писающий мальчик в Брюсселе, а ты приехал в Мехелин. Отсюда мальчика не увидишь. Раз не увидишь, попробуем услышишь. Ого-го-го-го-го-го. Какой громкий мальчик. Теперь понятно, почему он так знаменит. Нет, Бода, это не писающий мальчик. Это корильон. Какой еще круассан? Корильоном называют колокольный перезвон. И инструмент с множеством колоколов. А Мехелин столица корильонной музыки. Как интересно. Ну все, поехали в Брюссель на мальчика-фонтанчика смотреть. Нет, мы хотим еще послушать корильон. Ой, корильон перезвон мне в бороду. Вот, слушайте. Бода, нужно не так. Колокольный звон издает не колокольчики, а большие колокола на башне. И что мне, на башню теперь лезть, за колокола дергать? Бода, внутри есть лестница. Эх, опять пешком тлопать. Триста пятнадцать, триста шестнадцать, триста семнадцать. Даль, без. Безобразие. Колокола повесили, не достанешь. А ведь я предупреждал, что иду на башню учить детей перезвону. Морфы вперед, то есть вверх. Ай, сигнализация сработала. Бежим. Бода, это корильон. Он может играть в автоматическом режиме. Вот, смотри. Это специальный барабан с усиками, который запускает перезвон. Хе, усики он отборастил. Борода, усов не боится. Сейчас настучу вам на этом барабане собачий вальс. А играть надо на клавиатуре. Видишь, она состоит из рычагов и педалей. С ними связаны колокола. Ударяешь по рычагу, и проволока дергает молоток на колоколе. В башне собора святого Рамуальда два корильона. По сорок девять колоколов в каждом. Ладно, уговорили. Сыграю вам на корильоне. Прекратите это, ваше того этого. Я вот тут свачачий вальс играю, а вы мне что включаете? Для того, чтобы играть на корильоне, нужно поучиться в школе корильона. Она тут, неподалеку, в Мехелине. Так, нам бутерброд, круассан и какао. Бода, это не меню, это ноты. Что мне вас еще и музыке учить надо? Стоп! Ну сколько можно говорить? Спину прямее, ноги свободнее. Я уже сам научился, а ты все ее не понимаешь. Вот, дети, это корильон. Его можно увидеть в Мехелине. А вот это, рисующий мальчик. Его можно услышать в Брюсселе. И, пожалуйста, больше никогда их не путайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!